Друзья, приветствую всех на канале Atomon of Life. Сегодня я снимаю свое очередное видео. В этом видео мы поговорим с вами о деньгах, а точнее то, что касается денег. И наступил тот момент, когда Германия, как государство, задумались над тем, что они делают неправильно и что нужно изменить в системе выплат пособий. А что именно произошло и как все это поменяется, когда это все поменяется, вы увидите в этом видео, если, конечно, вы досмотрите его до конца. Насколько вам известно, в Германии очень хорошие социальные защиты, и поэтому те, кто теряют свою работу, либо те, кто приезжает сюда в качестве поздних переселенцев, в качестве беженцев, начинают здесь получать пособия, пособия по безработице от джоб-центра. И это пособие довольно-таки хорошее. Даже если взять Россию, то это средняя зарплата, которую здесь получает человек, который не работает и ничем не занимается. То есть 384 евро получает семейная пара, то есть каждая по 384. И если человек приехал один, то он получает 414 евро в месяц. И вот в связи с этим, в связи с этим, естественно, есть различные виды мошенничества. И как вы видели уже по названию видео, джоб-центр начинает бороться с мошенниками. Я вам расскажу историю в этом видео о том, как я стал мошенником, как я обманывал джоб-центр. Как мне пришлось потом обратно выплачивать деньги для джоб-центра. Все об этом вы узнаете чуть-чуть попозже. Если вы имеете дополнительную работу, если у вас есть какие-то скрытые пенсии, есть какие-то незарегистрированные счета дополнительные дебетовые, и вы об этом не сказали, и получаете пособие от джоб-центра по безработице, так называемый Харсфирм, либо Айль Гэтс Вай, то вам стоит об этом задуматься и побеспокоиться, потому что с 1 июля 2019 года вступают в силу определенные изменения, в связи с которыми будут проверять ваши данные централизованно. То есть 4 раза в год, это будет проходить 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября будет проводиться сверка данных централизованная в определенных центрах, где все данные ваши, которые есть по всей Германии, будут собираться воедино, и если вы где-то подрабатываете, если вы зарегистрированы при этом, какая-то у вас там тальдинс, есть, например, поработать с нескольких часов, либо у вас где-то есть открытые карты, о которых вы не сообщили в джоб-центр, и на них лежат деньги, есть какие-то инвестиции, то все это будет ясно и понятно для джоб-центра, и это может привести не только к сокращению пособий, но также к уголовной ответственности. Нужно быть осторожным, так как, как я сказал, с 1 июля, согласно параграфа 52, это основных мер безопасности для соискателей работы, сверка будет проводиться 4 раза в год, и будут все это сверять воедино, все вместе. Если у вас есть такие сейчас проблемы с этим, и вы не сообщили, потому что, когда вы заполняете антрак для джоб-центра, для получения пособия, вы ставите в конце этого антрака свою подпись о том, что вы даете правильную информацию для джоб-центра. И как ни странно, как ни странно, даже за 2018 год было выявлено около 88 тысяч нарушений, и около 57 миллионов было возвращено денег обратно от тех, кто их получил. В том числе и от меня. Как я вам обещал, я расскажу, как я стал мошенником, и как мне пришлось возвращать деньги. То есть, наш бератор, который у нас была, она сделала определенный расчет, и этот расчет был в кавычках неправильный. Почему в кавычках? Потому что он был абсолютно неправильный, и у нас была большая довольно-таки история с выплатами, и она насчитала то, что я, снимая видео на ютубе, и зарабатываю не 15-20 евро в месяц, а я зарабатываю 150-200 евро в месяц. То есть, как бы она там нолик прибавила где-то, каким-то своим образом умножила на 10. И таким образом я был должен вернуть за полгода около 600 евро. То есть, 600 с небольшим евро я должен был назад вернуть. Таким образом, я стал для джоб-центра мошенником. Они начали проверять меня более тщательно, выискивать какие-то дополнительные, возможно, у меня есть доходы, есть какие-то дополнительные карты. Но все, что у меня есть, было все правдиво указано и заполнено, когда я отдавал антрак. И была моя подпись там. Потому что у нас есть две карты, эти обе карты указаны. У нас есть дополнительный доход в качестве YouTube-канала моего. То есть, я оттуда получаю дополнительный доход. Я дополнительно получаю доход от АУК. АУК плюс программ. Это все тоже было указано. И поэтому они искали, 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 но все-таки решили, что да, я должен чуть-чуть больше, чем 600 евро вернуть. И часть суммы, часть суммы где-то больше, чем 200 евро, мне все-таки пришлось вернуть. Я не смог доказать, что они, эти деньги, никак не были выплачены мне лишними. И что выплаты все были правильны и своевременны. Ну, часть денег я вернул. То есть, я стал для немецкого государства, а точнее для джоп-центра в 2018 году мошенникам и вошел в это число, в эти 88 тысяч нарушений и также внес свои определенные средства, более чем 200 евро, в эти 57 миллионов евро, которые вернулись обратно в джоп-центр. И теперь на основании того, если кто-то хотя бы когда-то попадется в поле зрения, в поле подозрения сотрудникам джоп-центра, нужно будет постоянно доказывать свою невиновность, о том, что вы ничего не нарушаете, ничего не делаете. Это нужно будет делать постоянно. Но в нашем случае все сложилось очень удачно. Я с ними очень долго боролся, более чем полгода. Нам потом вернули эти деньги обратно, которые я заплатил. То есть, та сумма, которую мы заплатили, больше чем 200 евро, нам ее вернули даже немножко больше, потому что сделали перерасчет. И мы, мы теперь с 1 марта 2018 года официально никаким образом не зависим от джоп-центра. Мы не получаем ни хард-сверк, ни альк-цвай. И это очень классно, и это очень супер. Таким образом, в сегодняшнем видео я вам рассказал о том, что с 2019 года, точнее с 1 июля, начнутся проводиться различные сверки со всеми организациями. И еще раз повторю, что сверки будут проводиться теперь постоянно, на постоянной основе, согласно параграфу 52 основных мер безопасности для соискателей работы. Будут проводиться они 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября. Если вы еще каким-то образом дополнительно зарабатываете, дополнительно имеете какие-то конта, дополнительно где-то у вас какие-то, может быть, сбережения лежат в банке на конта на этих, если у вас есть какие-то дополнительные, вы пенсионеры, есть какая-то еще дополнительная пенсия, то ожидайте того, что вы попадете по подозрению сотрудников джок-центра, если, конечно, вы еще в этот момент получаете пособие Хартсфера или Гетсвайб, и потом вам придется рассказывать и доказывать, откуда взялись у вас дополнительные финансовые средства. На этом буду свое видео заканчивать. Желаю вам всего доброго, всего хорошего. Подписываемся на мой канал Atamon of Life. После того, как подписались, обязательно нажимаем на колокольчик для того, чтобы самыми первыми узнавать о всех тех видео, которые выходят на моем канале. Делимся своими моими видео со своими знакомыми, со своими друзьями. И нажимая лайк, нажимаете, если вы, то мое видео продвигается в поиске, вы рекомендованы, и тогда больше количества детей сможет их посмотреть и узнать интересную и подробную информацию о жизни в Германии. Всем всего хорошего, всего доброго еще раз, и без баль. Чугус!